Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем. Год без сахара. Что со мной стало? Диалог с Мэлшером. Поехали, друзья. Да, кстати, хочу сказать. Мэлшерик, большое спасибо тебе за знакомство с прекрасным исполнителем. Трек «Медленный яд». Мне очень понравилось. И за комментарии спасибо. Поехали, друзья. Я сбросил лишний вес. У меня пропали перепады настроения. Здорово, сладкоежки! Как у вас дела? Привет, привет, привет! Я целый год не ел сахар и я чувствую себя идеально. Я сбросил лишний вес. У меня пропали перепады настроения. Я лучшая версия самого себя. Скажи, пожалуйста, а сейчас вот ты употребляешь сахар? Вот сейчас ешь ты сахар или это вот год тому назад у тебя было? Сейчас он тоже стройняшка. Стройняшка он. Кудряшка, стройняшка, симпатяшка. Милашка. Милашка прям. Я не просто в это верю. Я это чувствую, я это понимаю. И если тебе интересно, как я смог отказаться от сахара? Милашка, во-первых, ты умница, потому что ты пропагандируешь здоровый образ жизни. У нас очень много ребят, которые много едят сладкого, потому что мальчики, они все сладкоежки. Девочки не такие, но мальчики все такие. Откуда ты это знаешь? У меня тоже сын ведь есть, дочечка есть. Дочечка у меня так сахар не ест, а сынок у меня сладкоежка. Ну сладкоежка нереальная, ребятки. Как я целый год не ел его, какие во мне произошли изменения, то присаживайся поудобнее, наливай чаек, сахар туда не сын. Хотя чай без сахара это противильная вещь. Я не знаю, как можно пить чай. Ну извини, Милашери, есть же конфеты со стивией. А? Конфетки со стивией? Можно одну штучку в день? А одна конфеточка на два раза, на утро и вечер. С чаем. Чай без сахара. Его можно пить, но мне неприятно. Поэтому наливай себе водичку, сиди, кайфуй, слушай меня, смотри видео. Надеюсь, тебе понравится. Давай. Также в конце этого ролика я первый раз за год схаваю шоколадку. Яд. Это яд, это отрава. И запью это в полы. Просто ради эксперимента. Ну зачем? Ну зачем? Вот целый год это не ел, да? И будешь это сейчас есть. Сам себя опять будешь... Не хочу, говорю слово, отравлять. Ну не надо, не надо. Так ты продержался целый год. Зря. Опять же, не стоит возводить все в абсолют, я это сделал. Я отказался полностью от сладости. А ты веришь, что действительно отказался Мелшер? Я верю, почему нет? Прям правда. Правда, почему нет? Неужели правда отказался? Ну вот ты... Ребятки, вы видели меня? Вот первые у меня ролики были. Я была полненькая. Толстенькая даже, можно сказать, ребятки. Я потом тоже решила отказаться от сладкого, от хлеба, от углеводов, от медленных, от быстрых и здорового питания, друзья. Пожалуйста, я посторонела, друзья. Я не ел ничего больше года, поэтому сейчас хочется не то, чтобы себя побаловать, мне все равно на эти шоколадки. У меня нету какого-то желания, какой-то ломки. Просто эксперимент. Давай, нам интересно, что будет дальше. Давай, Мелшери. Смотрим, что со мной станет, может я упаду в конвульсиях, начну биться там, пеной за рта. Все вы это увидите. Начнем с небольшой предыстории. Седьмой класс. Я начинаю обращать внимание на то, что мои сверстники становятся более убитыми, крупными. А я ветка. Я могу спрятаться за шваброй. Вот настолько я был худой. Я худее, люб... Ты не худой, а стройненький. Ой, девочки у себя в классе. Как так? Это ненормальная тема. Я говорю об этом своей маме. Мы идем к доктору, к врачу. К умным дядечкам и тетечкам в белке. Знаешь, что мне понравилось? Что ты сказал своей маме? Значит, ты и мама, вы большие друзья. Молодец. Молодец. Вы халаток. Мне говорят то, что вы эктомор. Вот этот вот пришелец из космоса, который из груди вылазит. С хвостом, кислотой прыщи. Ты поправишься где-то к 22 примерно. Вот так вот. Сказали мне, сказали моей маме. Мне это не понравилось. Я не хочу столько ждать. Мне нужно сейчас уже поправляться. Я был у нас... Молодец. Смотри, вы все-таки, знаешь, я тебя смотрю, вот, и просто так мне приятно тебя смотреть. У тебя такая добрая улыбка, вот, ну, реально. У тебя такое лицо, вот, доброе. Видно, что ты такой хороший мальчик, да? Не наглый, не испорченный, не избавленный. А такой вот реально вот настоящий, да? Какой он молодец. Вот даже вот по глазам, вот, по улыбке. Молодец. У тебя и зубки какие красивые, беленькие. Я думаю, ты, наверное, даже не куришь, да? Мне так кажется. Ну, может так иногда просто ради клипа. А так, мне кажется, не куришь. Только худым, что вот мой бицепс, он был размером, как запястье. Просто тоненькая веточка, рука худенькая. Вообще ужасно. На меня без слез не взглянешь. Вот такое лицо. Меня хотели все на турнике. Ну, серьезно, я кому не прихожу, все мамы, как от меня на корнике. Я начинаю заниматься на турниках. Я нахожу там компанию. Как раз это был пик, рассвет турникменства. Было, в принципе, легковное. И просто прикинуть на любую турнику, которая есть на райончике. И потом познакомиться с новыми людьми, которые тоже горят, тоже им это интересно. Потом потянулись мои друзья тоже. Мы начали вот все заниматься, и с начала, я весил 54, с начала того, как я начал заниматься, я поправился до 60. 61, 59, 60, просто. Да, поправился 61, да, уже, считай. Стоя на меня вот так ускакала. И этот вес меня преследовал на протяжении всей моей жизни. Я просто молился, я мечтал, чтобы я смог поправиться, чтобы у меня увеличился даже вот жир. Появился жир, в смысле, что я этот жир переговорил. Ну вот почему у тебя жир не увеличивался? Наверное, ты двигался очень много. Наверное, вот ты бегал, занимался. Ну вот, наверное, такой у тебя образ жизни был. Если бы ты не бегал, а просто бы сидел, например, вот, ну, ничего не делал бы. Смотрел телевизор, ел бы чипсы. Ну, такое всякое. Мне кажется, нарос бы жирочек. А ты просто очень подвижный. Очень... Активный. Активный молодой человек. Гоню потом в лыжце. Вот такие у меня были мысли. Но этого не происходило. Я закончил школу, 11 классов. Я закончил университет. И я по итогу все равно остаюсь. Мелчер, мне очень интересно, какой университет ты закончил. Мне просто интересно. Скажи, пожалуйста. 61 килограмм. Путники, стройники, да. Я занимаюсь в зале, хожу. Очень много занимался. Вот с 12-го года я занимался постоянно. Там, шелет. Молодец. Красавчик, красавчик. Мышца какая. Ух ты, какой молодец. Это ведь надо силу воли иметь, да. Вот так накачать мышцы, да. Умничка, умничка. Фигура, молодец. Я запаскал. Слава богу, не испортил тебе здоровье. Вроде бы, мне так кажется. Ничего себе не сорвал, грыж нету. Но тоже это должно с умом проходить. Не получилось у меня поправиться. И вдруг, в какой-то один прекрасный день, я такой становлюсь на весы, 65. Чего? 65 килограммов? Я никогда столько не весил. Как, как, вообще, откуда? А это был 2020 год. На улице было запрещено выходить. Был карантин. И я очень много сидел за компьютером. Плюс, там, стрессовые какие-то ситуации. Ну, не знаю, почему-то вот как-то у меня проблемы с головой, может быть, начались. Хрен вот так. С того, что я сижу в четырех стенах. Я никуда не выхожу. Я никого не вижу. Я ни с кем не общаюсь, кроме как в интернете. И я начал, наверное, свои психологические проблемы заедать сладким. Еще большим количеством, чем заедал до этого. Я спокойно мог в день выпить, там, два литра колы. Забить это. Ой, колу пить, да, это же вообще такое нехорошее дело, да? Ну, не хвалишь вообще кока-колу. Слушай, между прочим, я тебе скажу, да? Я никогда в жизни кока-колу не пила. А ты пила? Я колу тоже особо не люблю. Но она вкусная, конечно. Я ни разу не пила, я не знаю, что это такое. Мне просто кажется, когда такие напитки пьешь, как будто чистый сахар прямо выпиваешь. Я не пила ни разу, ни разу. Лимонад пила? Лимонад. Да нет, ты пила, как ты могла? Колокольчик, да, колокольчик, буратино. Но кока-колу в жизни никогда не пробовала. Не знаю, что это такое. Да ладно. Ну нет, что, я тебе серьезно говорю. Тархун пила. Тархун понравился мне. Бутылированным каким-то чаем, Несте, Фьюсти, вот этим вот всем. И из-за этого я начал поправляться. Конфетки, шоколадки, пироженки. Я мог взять пойти, купить торт за 600 рублей, съесть его там за пару дней. Громный торт. Просто, ну, не знаю, мне так хотелось. У меня плохое настроение, у меня усталость, я халаю сладкое. Потому что в интернете написано, что тебе это поднимает настроение. У тебя появляется энергия. И я пытался... Да, вот когда сладенько ешь немножко, да? Получается, гормон радости. Это гормон радости, да. Иногда, конечно, хочется вот такой сладенькой, да? Но я не хочу. У меня вот... Я заказываю себе конфеты на стеве, да? Мишка в лесу. Соната. Так мне нравится. Соната с орешком. Я в день могу съесть, ну, самое большое, две штучки. Ребятки, это реально, реально. Сейчас очень многие на стеве переходят. Да. Это здоровый образ жизни, ребята. И раньше я кашу вот ела, например, да? Это как думал, что это полезно. Полезно. А это не полезно, ребята. Новые исследования, да. Это углеводы быстрые. Все делал, ну, даже, может быть, не думая об этом. И оно реально поднимает настроение, появляется энергия. Ну, потом... Сиротониновая яма. И ты опять вот такой вот. И опять надо похавать. И мой вес начал увеличиваться, увеличиваться. Увеличиваться. Я становился на фиксировании. Часто у меня это привычка, опять же, с детства, когда я хочу поправиться. А сейчас я поправляюсь, я одновременно радуюсь. Я такой, блин, офигеть, я мужик, здоровый мужик, хрена себе. Но потом я поехал на море, пытаюсь надеть плавки, а я не могу их надеть. В прошлом году я не купался, все было отлично. А сейчас моя жирная жопа не позволяет мне их натянуть. И я смотрю на себя в зеркало. У меня огромное пузо. У меня вот такой проказ висает. Спина толстенная, жирная. Я просто вот так вот беру кусок этого мяса. И я такой, блин, надо что-то с этим делать. Это ужасно. Я весил 78 килограмм. Вот тогда, в тот момент, 78 килограмм. Это мой, наверное, все-таки Макс, который я доходил, приростил 83. Это проблема... 183 рост, да? Ну так-то вес нормально, да? Вот метр 83, да? Он должен даже побольше весить, да? Вот так, по идее-то. По-правильному себе, да? В том, что оно не в мышце шло. Оно шло только в жир. Я беру, записываюсь, например, в феврале в качалку. В конце февраля начинаю заниматься. И также я начинаю анализировать, почему я поправился. Я всегда ел очень многое. Всю свою жизнь. Я никогда не мог поправиться. Почему сейчас так произошло? И анализируя, я понимаю, что я пью очень много сладкой воды. Я пью чай с сахаром. Я ем шоколадки в огромных количествах. Сто пудово это из-за этого. Плюс еще потом начал гуглить информацию в интернете. И просто подтвердилось то, что я уже понял. Помимо того, что сахар, он усиливает твой аппетит, и тебе хочется есть еще большее, так ты еще и ешь этот сахар нехороший, который сразу идет тебе в жев. И я решаю отказаться. Да, правильно. Молодец. Правильно сделал. Что решил отказаться. Молодец. Полностью от любого сахара на третий день. Я думал, это будет легко. Ну, точнее, это было легко, но только проблема в том, что сахар есть даже в макаронах. В макаронах, в хлебе. Сахар нас окружает. Невозможно на сто процентов отказаться от сахара. А если ты сможешь это сделать, скорее всего, ты умрешь, потому что сахар необходим человеку. Поэтому сахар нужно восполнять в своем организме. Во-первых, яблок. Нет. Нет. Вот в бананах очень много сахара. Вермишель. Как у нас это? Вот я, например, ем цельнозерновую, например, лапша цельнозерновая, томатная, гречневая, белую вообще нельзя. Если хочешь стройнить. Ни-ни-ни. Ни-ни-ни. Бананы? Бананы полезно. Ну, полезно. От них поправляешь. Там сахара очень много. Но это кому не надо. Да у кого проблемы какие-то. У него же нет проблем. Он же здоровый человек. Ну да, ты права. Конечно, надо есть фрукты. Я изменяюсь. Ты уж прям сильно строгую диету говоришь. Я по своей диете рассужу. Бананы, апельсины, мандарины, все это, все, что растет на деревьях, это нужно есть. Опять же, я не буду сейчас в мудистику скатываться, в научный какой-то контент. Просто прикол в том, что когда ты съедаешь банан, часть сахара усваивается. Когда ты выпиваешь литр колы, в которой 15 ложек сахара, оно все идет в жид. Все эти 15 ложек у тебя уходят в жид. А так как нету какой-то у нас культуры потребления, из-за этого люди и вполне ее берут, в том числе по полутора. Тоже, кстати, вот такая еще небольшая маленькая предстория. Недавно узнал у мамы, что она не кормила меня сахаром за 3 лет. Я вообще не знал, что такое конфет. Я этого не знал. Вот мне мама это недавно сказала. И у меня никогда за всю свою жизнь не было от калица. Я ходил, отследовался месяц назад. Мне сказали, у меня отличные зубы, у меня нет калица. Ну, мама говорит, что это из-за того, что она меня не кормила сахаром. Не знаю, что это правда, просто кинула. Теперь пишите гадости, ставьте лайки. Давай, без калица. И мы срели зубы. А я вот знаете, что могу сказать? Мои дети до 5 лет, даже до 6, наверное, не знают, что такое мороженое. Они не знают, что такое мороженое вообще. Я не покупала им мороженое. Когда я им дала мороженое, попробую первый раз, да? Как они его облизывали. Да, да, вот так вот получилось. Неодноком. Ну вот. И, получается, я записываюсь опять в качалку. Из-за того, что я сидел дома, я 8 месяцев не ходил. Начинаю опять качаться. Я не могу ни раз потянуться. Этот лишний вес, он не дает мне подтянуться. Я такой, боже, что со мной? Что я из себя сделал? Я монстр. Я всегда подтягиваться умел. Ну, когда научился, все, это уже не разучится. А тут я не могу подтянуться. Все, сахар не ем, хожу в зал. Правильно не питался, питался так же, как и до этого ел. Я подумал, что это уже бред полный заниматься. Хотя, ну, правильно, конечно. Да, надо было бы еще и свой рацион питания, помимо исключения всего сладкого, немножко изменить. Ну, лень и дольфер. Это по факту. Изначально была мысль у меня записать педолфер, что 30 дней не ел сахара. Я это выполнил. Я 30 дней не ел сахар. Становлюсь... Ну, молодец. Сила воли есть, да? 30 дней не ел сахара. Это, знаете, вот, ну, не каждый сможет, да? О чем это говорит? У Мелшера сила воли есть. Вот даже в его улыбке я смотрю, да? Мне кажется, он действительно... Я еще раз повторюсь. Он не курит, мне кажется. У него зубки чистенькие, беленькие, да? Угу. Да? Ну, что еще? Так, мы видео досмотрим. Давай посмотрим, будешь шоколадку есть. Угу. Классно будет, если кто-то прислушивается к моему мнению, посмотрит это видео, такой, блин, ладно, попробую, откажусь от сахара. Интересно, что с вами будет через 30 дней? Если что, вы сейчас посмотрели, не забудьте про это видео. Напишите в комментариях, через 30 дней, через 60, через 90, через полгода, что с вами произошло. Стало ли вам лучше? А вам станет лучше 100%, если вы грамотно к этому подойдете. Ну-ка, сейчас можно что-то он скажет. Что узнать? Может быть, я с ума сойду и начну опять как-то не всегда славать этот сахар. Мне кажется, он скажет, не хочу есть. Или еще? Вкусно, вкусно, но как будто немножко химозно. Вот, я не знаю, может, у меня вкусовые рецепторы немножко изменились, но это я уже съем. Блин, нереально вкусно. Но, может быть, у тебя какой-то химии. Вот ты их, молодец. Ну-ка, это. Такая же, я не знаю, такая же, как и без сахара по вкусу. Но тут, наверное, проблема в том, что я сначала вот очень съел, поэтому мне она кажется не настолько сладкой. После этого челленджа я сто процентов не буду пить какие-то сладкие напитки, в этом я уверен. А когда-нибудь побаловать себя каким-нибудь мороженым, там, Большой Папа, например, почему бы нет? Или Максим Бонг. Я надеюсь, что хотя бы один человек, посмотревший этот ролик, сделает выводы и поймет, что мы это то, что мы едим. Даже вот люди, которые занимаются в зале, наверняка слышали эту тему, что всего лишь 30 процентов это тренировок, для того, чтобы создать идеальный эффект, так как они это называют. А большая часть, да, это сон и питание. Питание там какой-то огромный процент перейдет, я точно не знаю. Цифры будут сейчас вдаваться подробно. Ну что, очень интересно. Очень интересная история. Молодец. Сейчас вот посмотрят молодежь в тебя и тоже захотят посторонять. Захотят здоровую жизнь вести. Малыш, и ты молодец. У тебя сила воли есть. Ну вот и все, друзья, посмотрели. Молодец. Старайтесь все же, друзья, заниматься спортом, ребятки, здорового образа жизни, не курить, ребятки, не употреблять спиртные напитки. Давайте, ребятки, жить красиво, гармонично, гармонично с собой, с природой, с планетой, ребятки, вести здоровый образ жизни. Пока, мои хорошенькие.